Брат, дядя, двоюродной тёти, хотя, может быть, в этом случае это оправданно. У нас, знаете, многие с оружием ходят, поэтому, может быть, и надо. Поэтому, как бы, знакомство с семейным положением – это одно из высокополагающих. Никуда-то выйдет первое, о чём вы поговорите. И подробно, и кто там, и какая тётя, и вышла замуж за индуса, и уехала в тренингадах Табагова. Всё это надо знать. Из этого не сможете сделать писать, и статью, и написать, и перевод, и дебитые, и оставить абзацы. И, наконец, третья особенность. Это, на самом деле, проистекает семейственность. Она, на самом деле, совершенно не проистекает, а теперь будет на общий условий, как, казалось бы. То есть, не есть режимы прошлого. Это не оттуда проистекает. Это, казалось бы, так и мы и есть. Но, вовсе не оттуда. А именно, это третья особенность израильского заказчика. Да и вообще всех израильтян, на самом деле. И это очень часто смущает репатриантов. И они думают, что израильский общество их отторгает. На первых этапах. Да даже многие, прожив там много лет, считают, что их отторгает израильское общество. Но, на самом деле, это не так. Дело в том, что израильтянин, у него очень сильно обострено чувство свой-чужой. И это можно понять, в принципе. И это можно понять, потому что никто так не живет на жерле вулкана из цивилизованных стран. Понятно, что израильтянин, кстати, какой-то там у вас привыкших нахерил. Нет. Вообще, в принципе, у него вполне европейское мышление. Однако, тем не менее, да, политически мы живем в стране, которая можно определить, как некое жерло вулкана. А, естественно, сытый голодного не разумеет, а живущий в долине не понимает живущего на вулкане. Поэтому мы, вулканоиды, должны жить вместе, держаться друг друга. Это совершенно естественно. Это не то, чтобы очень страшная фича. В принципе, она понятная. И ее очень легко обходить. И опытный фрилансер, который является одновременно общеным психологом, должен знать, как этому подмазаться. На самом деле, совершенно при этом не нужно говорить о политике, и даже это категорически показано. Потому что разница политических взглядов в Израиле, столь же велика, как и в России, не всегда над тобой висит облако грозящего врача, если вы что-то подвинете. Поэтому говорите о политике, может, только в случае, если вы точно убеждены, что у вас собеседник примерно где-то в этой же области, как и вы. А так противопоказано совершенно. Нет, нужно подать, понять, влезть в это понятие свой-чужой, путем обычных бытовых намеков. Надо дать понять, да, что тут. Садики у нас там, да, до двух часов только работают, что дальше делать непонятно. И как вы познакомились со своим соседом, когда вы бегали, после сирены на лестницу в трусах. То есть такие мелкие бытовые детали очень быстро вводят вас в понятие свой-чужой. Просто надо отдавать себе отчет, что израил для тян, оно очень сильно обостренено. И он с трудом будет делать дела с людьми, которые не являются своими. Вот в неком таком абстрактном смысле свой-чужой. Причем люди могут быть совершенно разных политических взглядов, но вот это понятие свой, если вам удается этого достичь, а опытный привансер это делает с полтыка, двумя щелчком пальцев, он знает, какие бытовые детали можно подчеркнуть для того, чтобы тут же расположить себе человека. Очень легко. Просто надо отдавать себе отчет. Это третья особенность заказчика израиля. И четвертая особенность, она чисто техническая. У меня как филансера она просто постоянно бесит, совершенно жутко. И ничего с этим не поделаешь, и все об этом знают, и оно вовремя не там. Я не знаю, как в других странах, возможно, там тоже есть такая филансер. А эта фича называется, если вы забираетесь быть филансером, вам нужно с ней очень хорошо познакомиться, называется ШАТЭФ Плюс. Расдался смех, как и эффект, что знает, что это такое. Я вам объясню, что это такое, ШАТЭФ Плюс. Это фрилансер, который заказчиком сделал свою работу, сделал ее успешно, сдал. После чего нужно считать до конца месяца, сколько там осталось, недорога за первые числа были. И прибавить эти самые шоссе. Это обычно 30, 60 или даже 90 дней. После чего он, наконец, получает свою оплату. Я имею в виду в теорию, окей? Практика у каждого индивидуальная разная. Это совершенно свинская и позорная часть. И очень горячая тема во всех форумах, во всех группах фрилансеров в Израиле. И очень легко поднять гучу, если поднять эту тему, не знаю, в той группе в Фейсбуке. Очень все загораются, начинают ходить с плакатами, у них появляется правозащитная риторика. Очень быстро заводятся с полтыка, что называется, кто-то поднять эту тему. Пытаются люди, постоянно объединятся. Понимаете, как бы... Вот наемный работник в Израиле, допустим, он может бастовать. И он делает регулярно. Из-за них, как я уже сказал, регулярностью и прям перед вашим носом. Вот только вы собрались поехать на поезд и погонить, вдруг выясняется. Что у них, как бы, да, какие-то права. И очень трудно себе представить забастовку фрилансеров. Я не пойду на работу. Ну ладно, ты так не хочешь. Ну я работать не буду. Да ты и так же, два месяца. Ну не знаю, не буду вылезать из кровати. Да ладно, найду таких идиотов, как ты, много. Поэтому трудно себе представить себе забастовку фрилансеров, и они вынуждены с этим терпеть. Хотя на самом деле, на самом деле, у меня есть такое смутное подозрение в том, что теорию поддерживают сами фрилансеры. Представьте себе такую теорию, такую ситуацию. Вы находитесь как раз в состоянии номер один, в состоянии полярного зверя. Волк или какого-то другого. То есть у вас нет работы, не можете найти очень долго. Это, конечно, светло и финансы ваши поют романцы, вместе с вашей женой, с определенным тоном. И очень все плохо, и вы копаете кучу фрилансерских сайтов, просто тонны, которых много, и некоторые даже приходят оплатить. И все плохо. Вы, наконец, находите на какого-то занюханого заказчика, который будет совершенно неимоверную работу, не совсем по вашему профилю, буквально за три шейка и предлагает, ну что делать, нет ничего другого. И вдруг вам на счет падает довольно приятная сумма денег. Неожиданно, какую-то работу, которую вы сделали три месяца назад, забыли давно, все равно плакались по поводу этого шатерта. Конечно, приятно, конечно, вы будете счастливы, конечно, это будет серьезный эмоциональный всплеск, серьезное удовольствие, которое как бы фрилансирует человеку постоянно при выглевающем состоянии истерии доставляет много приятных минут. Особенно факт, что это заказчику можно наконец послать в жопу, да? Вмекает его интеллектуальные способности. Надо вопрос, почему написать его шаттайп? Да, так что, в принципе, в этом есть положительный момент. Это, пожалуй, единственный момент, который фрилансеру дает доставлять пару приятных минут. Поэтому, возможно, возможно, подсознательно это поддерживается самим фрилансером. отчасти. И, кроме того, очень часто бывают какие-то ситуации, когда кто-то в группе поднимает кушу по поводу шаттайпа и упоминает конкретного клиента и говорит, и работайте с ним, это сколько работает шаттайп плюс 90, и все начинают поддерживать и поднимается опять же такая профсоюзная риторика, а потом, оказывается, что это свой перехватил твой санженщик, и заказ, согласившись на этот шаттайп. И для этого все это было затеянным. Так что вот такая есть особенность, которая достаточно интересна, но она до сих пор там. А теперь государство. Оттошение фрилансеров или государства. Люди смеются, которые узнают. Но они тоже довольно забавные. Государство в данном случае ведет все примерно так же, как какая-нибудь Ова Протектив Мамаша, который тридцатулетнему сыну наконец решила жить отдельно. Ты туда захотел свободы? Окей. Окей. Никакой поддержки отметы недождества. Валяй. Единствен. Никаких налоговых послаблений, никаких больничных, никаких занят выплатов или что. Ничего. Государство примерно относится примерно так, как велосипедисты. Кто такой велосипедист для государства? Это человек, который не берет лизинг, который не платит налогов, не покупает бензин, не вкладывается в ремонт, и вообще всячески исключает из себя государство. Мало того, сука не болеет и не поддерживает отечественную бензину. И это еще сволочь, которая ни черта не платит, требует переустройства государственного планирования. Требует каких-то дорожных им еще подавать. Поэтому велосипедист, как и фрилансер, для государства совершенно личной фигуры. Поэтому это в принципе можно понять. Государство в принципе в любой стране государства это такая большая, тяжелая, ржавая машина воплощения и эссенции эпофеоз вот этого самого корпоративного корпоративной системы. Это такая уровневная матка корпоративизма. Поэтому фрилансер для него это анархист, крайне вредный и крайне чуждый непорядный элемент. Это можно понять на самом деле. Это на самом деле не только в Израиле происходит, это везде, потому что фрилансер это такая тенденция очень необычная и неожиданно в ходе истории человеческой нарушившая ее нормальное течение к этому самому бесконечному офису водоросляни. Но есть еще одна особенность фриланса в Израиле номер 5, которая кроет все остальные недостатки как бы муху. Не знаю как кому как, мне она допустим очень приятна. А именно тем, что если вы допустим делаете что-то чей конечный результат в свинфле или даже на бумаге и вы способны работать самостоятельно, особенно если вы в России, то вам будет очень приятно знать, что в Израиле все время хорошая погода. Большую часть года. Поэтому человек, вот сравнить просто две ситуации. Одно делает человек в офисе замученный постоянно вынужденным пребыванием в компании людей ему изрядно надоевших опять же босс, опять же ревяные рамки, опять же дресс-код и много-много прочих отрицательных факторов. И человек, валяющийся на травке с ноутбуком или бумажкой с блокнотиком или в кафе или прямо на море не падает в воду. Как бы пошли они в жопу со своими печеньми, честно говоря, со своими социальными выплатами. По-моему, это кроет все остальное очень легко. Этот аргумент перекрывает все очень легко и просто. Поэтому все остальное мы добьемся. Отбьемся мы на каких-то социальных вещей. Это все процесс совершенно нормальный, постепенный, который пройдет. Это нормальная борьба, нормальный эволюционный путь. Это эволюционный путь, к которому мы сейчас идем. И хотим мы этого или нет, хотим ли мы этого или нет, мы все станем в определенном время мы с мыслью фрилансерами. Потому что это то, к чему ведет нас технология. И хотим мы этого или нет, но это случится. И все мы станем самостоятельными. Хотя мы, конечно, все это очень не хотим. И в офисной культуре и корпоративной системе всегда она апеллирует к тому, думать, как себя вести. Тебе не нужно думать, что делать. Тебе не нужно искать работу. Она лишает тебя индивидуальных свойств. Она лишает тебя человеческого облика. Не так, конечно, это все категорично. Это я утрирую. Я все-таки аниматор. Я рисую мультфильмы, а все утрировано. Поэтому я утрирую. И кроме того, я определенным образом комик, поэтому, может быть, не следует воспринимать все слишком буквально и слишком прямо. Но так оно и есть. Мы все идем в определенном смысле к ревансу, к тому, что мы будем все самостоятельно управлять собой сами. И как бы это было неприятно, но к этому нужно быть для того. У меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...